Это из плюсов. Я была очень шокирована. Да, мы слышали об этом, да, блогеры, многие об этом говорят, но когда ты сталкиваешься с этим лицом к лицу, то это страшно. Мне было страшно. То есть ты имеешь в виду не обязательно одевать вьетнамки с носками? Потому что на следующий день мы вообще увидели ползущего по дороге. Приветствуем вас на канале Жизнь в Польше и в Канаде. Всем привет. Очень важно сказать в начале этого видео, что здесь в Канаде мы находимся всего-навсего две недели. Но тем это и интересно, потому что мы хотим поделиться с вами нашими первыми впечатлениями по прибытию в Канаде. Да, я согласна с тем, что возможно через год наше мнение поменяется, но тем-то это и интересно, что мы поделимся с вами именно первым впечатлением и расскажем о плюсах и минусах, которые мы здесь заметили. Я уверен, что оно через год поменяется, потому что нужно много всего понять, во многом в чем разобраться. Ну и сегодня расскажем первые впечатления. Когда мы приземлились в Канаду, то первое же, что бросилось в глаза, и это невозможно было не заметить, это расслабленность, улыбчивость и дружелюбность людей. Сразу же страж граничный, который выдавал нам work permit, он был настолько веселый, подшучивал, все время улыбался, хотя время было... Это был поздний вечер, это было, да, там 8 часов вечера или что такое. Он улыбался, он шутил, он там, девушка стояла рядом, он ей говорит, а вы знаете вообще, куда вы приехали? У нас температура бывает, говорит, минус 30, вы еще, говорит, у вас последний шанс есть, чтобы передумать. И вернуться в свою страну, типа такого. Да, но это была шутка, и такие же настроения продолжились и дальше. Именно канадцев, которые мы встречаем, они очень приветливые, дружелюбные и все время говорят welcome to Canada. Да, возможно, это их дружелюбность и приветственность, она как бы немножко, можно сказать, наиграна с какой-то стороны, потому что они не просто так привыкли. Может, он там не сильно рад тебя видеть, но он всегда это скажет. Но это все равно как-то так поднимает настроение, когда тебя в магазине, когда тебя там в какой-то сервисной службе всегда спросят, как ваши дела. Ты там не обязательно на них начинать отвечать, там целую историю жизни своей. Ну, это прикольно, поначалу это очень как бы так интересно. И второй этап, когда мы вышли с аэропорта, за нами приехали на огромной машине, и мы поехали по огромным широким дорогам. И это вот следующая особенность Канады, здесь все в увеличенных масштабах. Да, ну, в частности, да, дороги, машины, продукты в магазине, все какое-то большее, чем мы к этому привыкли, да. И, например, ну, продукты в магазине это один нюанс, там всегда можно найти литровое молоко и все, что вам нужно. Но дороге чем удобно, потому что ты едешь на машине, и у тебя какие-то большее расстояние между другими автомобилями на дороге, это как-то выглядит более безопасно. Ну, еще хочу сказать про дороги, что движение такое же расслабленное, спокойное, никто никуда не летит, такое же, как общение с людьми. То есть, никто никуда не спешит, и так же и на дороге никто никуда не спешит. Да, спокойное, и такой нет этого раша. Да, да, никто там не стартует со светофора, там, чтобы долететь побыстрее до следующего. И такое же движение я заметил и на хайвее. Тут хайвей не сильно там большой у нас, по которой мы ехали от Калгари в Реддир, там, на две полосы. Но, тем не менее, движение там в районе 120 км в час не быстрее. И как-то это тоже так спокойно все. И мы очень удивились, что даже когда получали документы, формат бумаги даже шире, чем были наши папки, которые мы с собой привезли для документов. Да, это какой-то формат у них здесь свой. По-моему, написано Филиппины, Америка и Канада используют. Называется формат листа letter. И он, да, он в высоту такой же, или, может быть, почти такой же, а в ширину чуть шире. И мы ни один документ не смогли всунуть в нашу старую папку. Для тех, кто не так давно заглянул на мой канал, хочу рассказать пару слов о себе. По образованию я журналист. И мы с семьей сначала жили в Украине, затем в Польше, а сейчас переехали в Канаду, в провинцию Альберта. И планируем жить в городе Калгари. Я все это время работала профессиональным видеографом, а также фотографом. Я приглашаю вас перейти по ссылке и подписаться на мой инстаграм. Ссылку вы найдете под видео в описании, а также в первом закрепленном комментарии. А также я приглашаю вас перейти на мой сайт, чтобы ознакомиться с моими фотоработами. В ближайшее время я планирую работать в провинции Альберта, но со временем я думаю, что я буду открыта для всех провинций Канады. Поэтому желаю всем здоровья и увидимся с вами на фотосессии. И из минусов, потому что минусов сегодня тоже будет достаточно, такой факт, что здесь практически ничего не оборудовано для пешеходов. Да. Разве что только светофор. А так расстояния очень большие и пешеходов практически нету. Когда мы ходили в первые дни пешком, то очень на нас обращали внимание. И в общем пешеходы здесь не в почете как-то. Нет, не то что не в почете, никто за вами гоняться машиной давить не будет. Все пешеходов пропускают, даже если нет пешеходного перехода, всегда пешехода пропустят. Но когда ты идешь вдоль дороги, едут машины, то каждый из водителей поворачивает голову и на тебя смотрит. Мы даже шутили одно время, да, мы из другой планеты ходим пешком. Также в продолжении магазинов очень-очень непривычно понимать, где цены указаны за полкилограмма, потому что такое очень часто бывает. Где цена указана за килограмм, а где цена указана за упаковку. Конечно же нужно внимательно читать, но было несколько моментов, которые реально нас запутали. Поэтому мы и запутались, потому что на некоторых ценниках указано за полкилограмма, за некоторых за целую упаковку, а на некоторых за килограмм. Да, или, например, картофель за 6 килограмм. Да, вот. То есть, ценник всегда за килограмм указан внизу мелким шрифтом. Да, наверное, как-то так. Также очень непривычно, все что касается непродуктов, цена указана без учета налогов. И когда вы на кассе расплачиваетесь, то сумма может оказаться, не может, а точно окажется больше. В Альберте это на 5%. Нужно обязательно прибавлять налог. Так, следующий хороший пункт, это то, что достаточно быстро, по нашему мнению, можно решить все бумажные дела в Канаде. Ну, наверное, достаточно быстро, но к этому все равно нужно подготовиться. И когда вы сюда едете, хотя бы посмотреть каких-то блогеров, кто этот путь уже прошел, и рассказывает, что нужно с собой там, вернее, этапность каждого шага, да? У нас достаточно быстро все получилось, потому что мы собирали до этого информацию и быстро получили и СИН-номер, и... Карты. И карты банковские, также записались сейчас на медицинское обследование. Я сдал уже на права тест и уже записался на РОА-тест, чтобы получить полную категорию, чтобы можно было ездить самостоятельно. Да, но об этом будет отдельное видео. Также из хорошего это то, что во всех этих организациях абсолютно спокойно понимают плохой английский. Плохой английский это когда вам не хватает слов, когда вы неграмотно строите предложение. Но здесь страна иммигрантов, и здесь практически все понаехавшие, и они привыкли воспринимать разные акценты, слушать людей со всего мира, и в том числе со слабым уровнем английского. И это очень порадовало. Скорее, мы больше не понимаем, но нас понимают практически всегда. Да, 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 потому что они могут говорить более сложными фразами, а мы говорим простыми, и нас всегда понимают. Да, но все равно какие-то базовые слова все равно нужно знать, чтобы выразить свое мнение или свое желание. Хотя бы базовыми словами, да. Да, это из плюсов, еще плюсы, сейчас к минусам перейдем, это то, что мне очень нравится, что алкогольные напитки в Канаде продаются отдельно, в специальных ликвид-сторах. И это, наверное, сделано для того, чтобы, возможно, для детей был более... чтобы, возможно, подрастающее поколение не каждый день... Ну, не заходили каждый день в магазин купить шоколадку и проходили по ряду с алкоголем, наверное. Да. Да, что типа такое, о, прикольная баночка, надо купить, попробовать. Но, ну, никто, конечно, не продаст несовершенные рейки. Но, тем не менее, где-то это в голове откладывается, что вот там мы зашли, папа купил себе пиво или там мама или там водку какую-то, и ты такой, я тоже там подрасту, буду так же заходить. Ну, вы, в общем, может быть, кто дольше живет в Канаде, напишите, как это работает. Такое мы видели только в Арабских Эмиратах. Да, так было. Но, с другой стороны, противоречит то, что здесь очень простой доступ к марихуане, она легализирована, она также продается в отдельных магазинах, и просто очень часто ты слышишь этот запах. Просто с соседних домов, с машин, и... Возле магазина, где угодно, в любом общественном месте легко услышать запах марихуаны, ее курят здесь на каждом шагу. И это абсолютно нормально. Ну, здесь это нормально. Да, здесь это... И причем, насколько мы еще узнали, что здесь даже легализирована не только покупка и продажа, а даже марихуану можно выращивать у себя дома, но, по-моему, до трех кустов. Кто знает точно, напишите. Да, ну, мы так разговаривали, вроде нам сказали до трех кустов. Ну, не то, чтобы мы сильно этим интересуемся, просто напишите, кто знает. Да, откроем свою плантацию. Из минусов, конечно, я была очень шокирована. Да, мы слышали об этом, да, блогеры, многие об этом говорят, но когда ты сталкиваешься с этим лицом к лицу, то это страшно. Мне было страшно. Когда мы хотели погулять по центру города, там никого не оказалось из-за того, как мы привыкли в Европе, что центр города – это самое красивое место, очень много кафе, очень много ресторанов, дети, мамы, пары, влюбленные, пенсионеры. Да, возможно, в Канаде, в каком-то крупном городе, возможно, в другой провинции так все и происходит. Дайте знать, но когда мы пришли в центр города, в Red Deer, то там не оказалось никого, кроме людей без постоянного места жительства, то есть бомжей. Я не знаю, они или обкуренные, или наколотые, но ведут они себя неадекватно, и, в общем, один из них побежал за нами, и какие-то там маты нам вслед кричал. И, в общем, это было очень неприятно. Говорит, вы меня сфотографировали, удалите ваше видео, и что-то такое там, хотя мы даже камеру не прикрасались к ней, когда ходили там возле них. В общем, возле них лучше не ходить, потому что будут бегать с вами, за вами. Но дело в том, что уже нам знакомые сказали, что и в Калгари происходит все то же самое, но мы своими глазами еще не видели, то дайте знать, во всех ли провинциях, центре города очень много наркоманов и бездомных. И действительно наркоманов, потому что на следующий день мы вообще увидели ползущего по дороге под невменяемого парня. Ну, это был 100% наркоман, и он то ли полз, то ли лежал, то ли сидел непонятно в какой позе, прямо посреди перекрестка. Машины ему сигналят, он что-то там пытался встать, упал. Но, в общем, когда ты не привык к этому зрелищу нигде в Европе, то смотреть не очень приятно на такое. Да. Также из минусов хочется сказать, что непросто было выбрать машину. Я очень довольна нашим выбором. Удалось нам купить автомобиль в хорошем состоянии. Это гаражное хранение, а на маленький бюджет, что я называю маленьким бюджетом, это от 3 до 6 тысяч, да, это небольшой бюджет. Мы так планировали, да, до 6 тысяч купить машину, но это здесь... Не получилось. Можно найти какие-то варианты, но это будет практически с дырками какой-то, на залезах. Очень много ржавчины на машине, это связано с погодными условиями здесь, в Канаде. Также много разбитых лобовых стекол, это тоже связано с особенностями Альберты. Альберты, потому что тут посыпают какими-то щебенкой дороги. Также крыши после града очень многие повреждены и вообще такое, у таких машин, неухоженные салоны, ну понятно, цена соответствует, да. Вот, и в общем... Да, ну здесь можно даже и приблизительно там 3-4 летнюю машину покупая, увидеть в салоне такой бардак, все там будет накидано и люди ее пытаются продать. То есть никто там сильно... Не то, что никто, некоторые люди убирают и продают чистые, красивые машины, но очень много такого можно встретить. Для нас это тоже было немножко необычно, потому что мы продавали машины и в Украине, и в Польше, и покупали там машины и в Украине, и в Польше. И всегда люди приводят их в порядок, натирают, полируют, и ты когда приходишь смотреть машину, всегда будет убрано, чистенько, красиво, там лежит какая-то картоночка, ну в общем так, приятно садиться в машину. Да, но здесь такое может быть не всегда. Ну, есть, но... Да. Да. Также, что касается... Также машины, еще что я хотел добавить, машины с очень большими пробегами. То есть, чаще всего вторичный рынок, машина продается почти 200 тысяч или за 200 тысяч. Да. А нам удалось купить с пробегом 117 тысяч за 9,5 тысяч долларов, и об этом будет отдельное видео. И что касается аккуратности или неаккуратности, я заметила, что очень много людей здесь очень неопрятно одеты. И я реально понимаю, что у этого человека может быть дом за миллион долларов. В общем, здесь особо никто не интересуется никакими модными тенденциями. Но я, мое мнение таково, что не обязательно быть очень модно или дорого одетым, достаточно быть просто аккуратно одетым, и это уже, это уже выглядит лучше. То есть, ты имеешь в виду, не обязательно одевать вьетнамки с носками? Да, да, совершенно верно. Но я тебе скажу так, возможно, мы находимся в таком более провинциальном мелком городишке, который называется Red Deer, и может быть, это тоже влияет на культуру, как бы, одежды людей, если ты переедешь в Эдмондон или в Калгари, возможно, люди одеваются иначе, все-таки там. Но, возможно, это связано просто с тем регионом, в котором мы находимся. Да, возможно. Также все это касается причесок, не знаю, аккуратности девушек и женщин. Я бы сказала, что здесь она очень низкая. Но салоны есть женские? Да, но не так много, как, вот я вспоминаю, как в Польше мы жили в таком же городке по населению, как Red Deer, 180 тысяч. То сколько там было салонов, ноготочков, ресниц, намного-намного больше. По моему мнению, двухнедельному, что здесь опрятность людей ниже, чем в Европе. Я не говорю, что ее вообще здесь нету, но намного-намного так небрежнее одеваются, чем мы к этому привыкли. Вот, ну, это не плюс, не минус, просто это факт. Возможно, для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Очередной плюс заключается в том, что отличные новости мы узнали здесь, в Альберте, что упрощается система дальнейшей легализации новоприбывших в Канаду. Именно получение статуса permanent residence. Да, в Альберте был добавлен, упрощен получение permanent residence, если вы находитесь со статусом quiet. И теперь не нужно будет набирать баллы. И достаточно будет проработать по одной профессии, которая входит в определенный список. Их там очень большое количество этих профессий. В течение 12 месяцев сдать английский язык. И можно претендовать уже на статус постоянного жителя Канады. Permanent resident. А раньше это были такие некие соревновательные условия, потому что нужно было набрать как можно больше баллов. Сейчас все упрощается. И это огромный, огромный подарок от Канады, я считаю. В частности, от Альберты. От Альберты. Как в других провинциях, дайте знать в комментариях. Я думаю, что для многих это будет очень важно, кто смотрит это видео и не будет жить, например, в Альберте. Также я вот сейчас смотрю на дома и вспомнила тот минус, который... Может, не минус, а особенность. Особенность, да. Я была очень удивлена, когда увидела, что здесь дома все строятся из картона. Не из картона, а из USB. Они все строятся по типу каркасных построек. И толщина всех стен, ну, такие вот приблизительно, да, там 10-15 сантиметров, наверное, не больше. Кирпич не применяется. Кирпич не применяется, просто делается каркас деревянный, обшивается это USB. Потом делается наружная какая-то там обшивка. Кто как по-разному, кто-то там какой-то крошкой, кто-то просто сайдингом обшивает. И на этом как бы дом заканчивается. Ну, понятно, они закладывают туда какой-то утеплитель. Но, тем не менее, можно себе представить, 15 сантиметров только утеплителя. Мы как-то привыкли, там стена должна быть, потом утеплитель, все остальное. Ну, а то есть там как минимум полметра выходит такой пирог. Такой дом может стоить, ну, не может, а стоит, да, от 300 тысяч начинаются цены до миллиона, полтора миллиона и до бесконечности. Причем за полтора миллиона и материалы у вас будут те же самые, из USB. И меня это очень сильно поразило. И вот я только сейчас это осознала. Хотя ранее я об этом слушала, слышала. Но когда ты видишь это собственными глазами, и ты как-то не можешь к этому привыкнуть. Да, причем, что здесь бывают морозы до 40 градусов, и вот как бы такое отношение к домам, что они такие вот не толстые. То есть это такая энергопотеря происходит, я считаю. Ну, так они живут, к этому надо приспособиться. Поэтому вот такие вот наши наблюдения за первые две недели жизни в Канаде. Обязательно дайте знать в комментариях, что вы знаете о Канаде, что вы заметили здесь, будучи здесь. Какие вы видите плюсы и минусы. То нам будет очень-очень интересно почитать. Спасибо. Спасибо.